Как легко и быстро похудеть? Этим вопросом задаются многие, и это не только вопрос эстетический, это вопрос вашего здоровья, долголетия, вашей энергии. При всей массе методик и их доступности, почему-то подавляющее большинство людей живут в постоянном ощущении, что они не в той физической форме, в которой хотели бы оказаться. Я больше работаю с бизнесом, и в бизнесе есть формула изменений, научно обоснованная, проверенная на тысячах кейсов, которая позволяет добиться изменений в крупных корпорациях, в которых заняты сотни и тысячи сотрудников. Если взять эту формулу и перенести ее на достижение личности, вы можете увидеть, как легко и быстро вы можете изменить свою жизнь и изменить свой вес, прийти к лучшей физической форме. Легко, повторю, быстро и наконец-то довести дело до результата. Мы копнем ваш мозг, мы копнем вашу психику, мы посмотрим, что лежит в основе этого внутреннего сопротивления к изменениям и посмотрим, как это можно преодолеть. Нет, не посмотрим, мы это применим. И вы придете к результату и скажете спасибо, и посоветуйте это видео своим друзьям. Итак, формула изменений. Запишите за мной первое N. Это необходимое условие. Если N будет равно нулю, формула не сработает, результата не будет. N – это недовольство существующим положением вещей. Легкое или сильное. Но если менеджер в принципе устраивает, что происходит в компании, он не будет внедрять изменения. Если вы смотрите на себя в зеркало и говорите, да, в принципе, окей, более позитив, нормально, на любителя, но изменений не будет, какие бы методики вам не предлагали, что бы вам не говорили, вы не станете ничего делать. Может быть, вы что-то сымитируете, ну просто потому что, ну блин, так надо, вот перед собой очистить совесть, вот я стараюсь питаться, но на самом деле результата никакого не будет. А как повлиять на N? N – чем выше, тем лучше. Если 0, результата нет, скажу сразу. А как его повысить? Об этом речь позднее. Какой второй компонент? Нужно умножить это на V. V – это видение. А чего вы хотите вместо этого? Каких изменений в компании вы хотите? Каких изменений в теле вы хотите? Каких изменений в карьере, в финансах? Если у вас нет представления, чего вы хотите, а вы знаете только, чего вы не хотите, как вы не хотите жить, изменения не происходят, что бы вы ни делали и как бы вы ни были недовольны. Потому что при умножении чего-то на 0 всегда получается в конечном итоге 0. Но если вы расслабились, подумали, «О, окей, мне все понятно, можно двигаться», то нет. Есть еще одно значение, которое может быть равно 0. Это ПШ. ПШ – это позитивные шаги. Это конкретные действия, направленные на реализацию задуманного. Пусть маленькие, но позитивные. Размер шагов здесь не указан. Масса людей не хотят жить так, как живут. И масса бизнесов не хотят продолжать так, как есть. Они знают, чего хотят, видят, как им мечталось бы. Но, к сожалению, не делают этих маленьких, регулярных, ежедневных шагов к достижению цели. Так вот, произведение этих трех неизвестных, НВ и ПШ, должно быть больше ПП. ПП – это противодействие переменам. Противодействие переменам будет всегда. Такова наша природа. Мы стараемся сохранить статус-кво. Стараемся сохранить существующее положение вещей. Это эволюционно выработанный механизм. Потому что главная задача мозга – обеспечить вам выживание. Если вы до сих пор живы, значит, надо максимально сохранять эту зону комфорта, сложившееся положение вещей. Мозгу нет дела, замужем вы или нет. Нет дела, нравится ли вам ваше тело. Нет даже дела, насколько вы здоровы. Важно, что вы несете свой дином дальше на гнущихся ногах под тяжестью центнера веса. Противодействие переменам может быть внутреннее, может быть внешнее. И обратите внимание на эту формулу. Произведение должно быть больше ПП, а ПП всегда больше нуля. Если хотя бы один из компонентов будет равен нулю, то произведение, соответственно, будет равно нулю. И значит, изменения не произойдут. Как я и думал, именно это я и полагал. Как же мы можем, используя эту формулу, изменить образ жизни легко, быстро и прийти, наконец, к желаемому результату? Ну, на примере этого видео, к снижению веса и приведению к себя, себя в должную физическую форму. Недовольство существующим положением вещей. Если меня в принципе устраивает или не устраивает, но не экстремально, можем ли мы повысить этот параметр? Недовольство формируется от сравнения. Когда вы сравниваете себя с теми, кто выглядит хуже, знаете, как встреча одноклассников. Каждый приходит, смотрит по сторонам и думает, блин, что я такой молодой и красивый, делаю среди этих старых душнил. Ну, думает о каждой из одноклассников. Мы себя видим другими глазами. Так вот, сравнение себя с более высокими эталонами. Если вы посмотрите на ваших сверстников, которые выглядят лучше вас, вам неизбежно придется столкнуться с легким ощущением недовольства с собой. Это хорошо, это продуктивно, это то, чего мы добиваемся. Поэтому и рекомендуют общаться с теми людьми, кто добился большего, чем вы, с теми, кто успешнее вас. Это неприятно, это рождает недовольство с собой, но при наличии остальных компонентов это стимулирует вас к росту и развитию, к достижению еще больших, чем они, результатов. Предлагаю дружить домами. Познакомьтесь или, там, не знаю, развейте отношения, контакт с теми ребятами, кто в хорошей физической форме. Запишитесь в клуб спортивный, фитнес-клуб, где вы можете приходить. И да, пусть вы будете себя сравнивать с другими и думать, боже, что они думают обо мне, когда на меня смотрят. Неважно, неважно, где вы находитесь. Важно, к чему вы стремитесь. Важно, к чему вы движетесь. Вы движетесь к лучшей физической форме, к меньшему весу, к лучшему здоровью и к более высокому уровню энергии. И за это вам сразу лайк. Видение. Видение – следующий важный компонент. Как вы не хотите, понятно. А как вы хотите. Пусть у вас появится в телефоне фотография одного человека, ну, без фанатизма, конечно. Не ставьте себе недостижимые эталоны. Там люди, может быть, всю жизнь свою, все время их профессиональные в том заключается, чтобы подкачивать свою физическую форму. Вот посмотрите, на кого примерно вы хотели бы быть похожи. Если вы владеете фотошопом, вы можете взять свою фотографию и немного ее подкорректировать. Вот как бы вы хотели выглядеть после того, как вы совершите определенные усилия и придете к той форме, которая, не знаю, может быть, пока не визуализирована, но вот она. Вот она появляется на картинке. К этому хочется стремиться, к этому хочется прийти. И, наконец, ПШ. Я повторю, очень многие люди делают ошибку. Они начинают сразу семейными шагами менять образ жизни и наталкиваются на мощнейшее сопротивление окружения и внутреннее сопротивление. Такое, так называемое, охранительное сопротивление. Стой! Куда ты? Ты подвергаешь свою жизнь опасности? Начните микроскопически. Маленькие, но все-таки. Даже не обязательно даже бежать к цели. Даже не обязательно идти, хотя бы лежать в сторону цели. Уже окей на этом этапе. Потихоньку. Не ставьте слишком больших целей. Как ни парадоксально, вы быстрее придете к результату, если будете ставить маленькие, но достижимые цели. Ставить и достигать их, но каждый день, каждый день по чуть-чуть. Бронислав, а как же, если я просто не могу справиться с желанием кушать сладости по вечеру? Вот торт, игра сладостей, если меня там трясет, вот хочу сладкое, да, хочу похудеть, аспорт, но вот всякие такие вещи. А вот наш мозг, это опять проклятая революция, да? Наш мозг нас ориентирует на потребление сладкого и жирного, потому что сладкое и жирное сообщают максимум энергии. У нас наполняется так называемое жировое депо, запас жира, который при известных процессах, ну там, не будем, л-карнитин, углеводы, мельдронат. Короче говоря, мельдоний, тот самый знаменитый печально допинг, он способствует переработке углеводов в энергию, а карнитин и вообще в жировой ткани. Так вот, жировое депо необходимо, чтобы когда голодно, наш организм не умер, а оттуда черпал. И мозг всегда реагирует большими, большим откликом удовольствия на сладкое и жирное. И если в детстве, юношестве мы легко справляемся с этим ударом по организму, ну как-то метаболизм там пошустрее происходит, все это куда-то девается, то в зрелые годы это, конечно, караул, какая история. Как переформатировать себя, чтобы не любить сладкое? Невозможно, это в нашей природе. Поэтому приходится искать какие-то компроместные истории, ну типа там замещать сухофруктами или замещать сейчас очень много сладких штук почти без калорий. Научились делать на там алоэ вера, на стевии и прочих сладких вещах, которые не являются производными от тростникового сахара или свекольного сахара. Второе, есть способ такой снижения потребления. Ну практика показывает, что одной-двух конфеток бывает достаточно для того, чтобы удовлетворить желание. А человек ест и дальше, и дальше, ну как бы по инерции. Довольно часто можно позволить себе маленькое. Вот его максимально насладиться, растянуть во времени. Смаковать вот эту вот штуку или делать для себя окна. Вот я, например, когда бросал курить, я сказал себе, если я закрою все двери, мне будет психологически сложно. Мне в голове должна быть такая вещь, что если мне будет очень хотеться, я должен иметь такую возможность, хотя бы гипотетически. И у меня была такая штука, я покупал раз в несколько месяцев, покупал пачку сигарет и говорил, я выкурю всю пачку, как только докурю, я больше не буду курить дальше опять. Там несколько месяцев, пока у меня не будет нестерпимого желания. И самый ужас в том, что после трех-четырех сигарет уже не хочется. А я такой, не докуривай пачку. И я ее докуриваю, последние сигареты уже себя заставляю, уже голова болит, уже противно, не откури. И потом раз какой-то... Через время прошла эта история, я просто о ней забыл на годы. Но я себя ставил лазейку, типа сигары. В хорошей компании, эстетика, музыка, там сигарный клуб. И вот сигару я могу выкурить. Меня успокоило то, что к сигарам не бывает привыкания. Сигары – это очень низкотемпературное курение. И там всасываемость никотина очень низкая. Поэтому там мало чем рискуешь. И такой, ну если уж совсем захочется, выкурю сигару. Но сигару не будешь курить каждый день, не будешь курить ее на улице и прочее. Вот точно так же с похудением. Если есть какие-то блюда, какие-то ингредиенты в этих блюдах, без которых вот жизнь не мила, можно оставлять для себя не двери, а форточки. Такое маленькое окошко, раз в неделю могу. Или там день, когда я ем все, что хочу. На поверку окажется, что ваше страстное желание было не таким сильным. Оно очень легко удовлетворяется, и вам не нужен такой объем. А потом постепенно с изменением пищевого поведения, ну пищевых паттернов, вам уже не нужно будет, вы прям забывать будете о том, что там сгущеночка и так далее. Так происходит. Взрослые люди не реагируют на те вещи, по которым дети сходят с ума. Почему? Изменилось пищевое поведение, изменились паттерны и источники удовольствия изменились. Я проходил все это на себе, я корректировал свой вес 12,5 килограммов, мой максимальный результат. Но это, кстати, я достиг результата даже там перебор, когда измерили специальными приборами соотношение жировой, костной и мышечной массы, сказали, не-не-не, ты ушел туда за свою норму, тебе нужно вернуться в то состояние оптимальное, которое соответствует твоему росту, возрасту, весу, ширине аорты. Ну, в общем, всяким прочим параметрам. Так что окей, теперь в норме и без труда. Какие шаги делать? Для этого есть специалисты, во-первых. Во-вторых, я рекомендую получить первую консультацию, в которой вам подскажут, что конкретно вам нужно и хорошо. Это можно сделать онлайн, возможностей много, было бы желание, заходите, научитесь и двигайтесь. И что тут я хочу сказать особо. Вдохновение очень важно на этом этапе. Купите себе хорошую спортивную форму, хорошую, спортивную, дорогую, модную, прекрасную, в которой, ну, в которой будет надевать приятно. Купите себе новые кроссовки, купите новую спортивную сумку, запишитесь в хороший фитнес-клуб, а не тот, который по карману. У многих фитнес-клубов есть программы рассрочки кредитов, какие-то бонусы, акции, и вы можете, если отследите, купить фитнес-карту по более доступной цене, если для вас это критично и важно. Создайте вокруг себя кружок людей, объединенных с вами общей целью. Такие существуют в очень многих городах. Достаточно, повторюсь, загуглить, их поддерживают известные спортивные бренды. Это клубы, где люди стремятся. И, кстати, есть клубы и онлайн. Вам будет легче, приятнее, если вокруг вас будут люди с общими с вами целями. Первое правило клуба не упоминать о бойцовском клубе. И приятное общение с ними будет дополнительным стимулом, мотиватором к тому, чтобы эти изменения происходили. Постарайтесь весь процесс трансформации сделать максимально приятным и эстетичным. И сейчас в комментариях напишите, а что мотивирует вас? Что помогает вам двигаться вперед к достижению результата? Уверен, у каждого из вас есть свои лайфхаки. Может быть, это не в области физической формы и сбрасывания лишнего веса, а в каких-то других областях. Естественно, те, кто прочитает ваш комментарий, возможно, найдут идею, которая позволит им изменить свою жизнь. И теперь о самом неприятном, о противодействии переменам. И я напомню, что противодействие бывает внутреннее, но эволюционно обусловлено. Это сопротивление изменения текущему положению вещей, потому что в нем наш мозг видит угрозу самому факту нашего существования. Но вам придется встретиться и с сопротивлением внешним. Ваши друзья, ваши родственники могут сказать вам «Стой, остановись! Это вредно, опасно, неполезно». Так они говорят довольно часто, потому что сами хотели бы прийти к лучшим результатам, но они с собой договорились и удовлетворились с текущим положением вещей. Если кто-то на их глазах будет меняться в лучшую сторону, им это будет неприятно. Поэтому постарайтесь либо объяснить, либо попросить помощи и поддержки, либо на время дистанцироваться от общения, если вы понимаете, что этот конкретный человек никогда не примет ваших изменений и будет все время пытаться ослабить вас на этом пути. Противодействие переменам будет всегда, оно всегда выше нуля. Помните об этом. Если вы чувствуете это сопротивление, значит, вы двигаетесь вперед.